Красота рождается в сердце, отражается в глазах и живёт в поступках. Ток-шоу «Красивые люди» со Светланой Иотко. Каждый четверг с 5 до 6 вечера на Радио Этно-ФМ. Записи прямых эфиров доступны в Фейсбуке, на странице Радио Этно-ФМ и Beautiful People. Для участия звоните 916-507-35-86. Всем привет! Поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым и Новым Годом! Сегодня в программе «Красивые люди» Оксана Грабчук, автор книги «Живи в свободе», душепопечитель, руководитель Центра Духовной Помощи. Привет, Оксана! Рада, что ты сегодня с нами в студии. Пару слов о себе. Спасибо огромное за приглашение. Для меня честь быть с красивыми людьми в красивой студии и вообще разговаривать на такую хорошую тему. Я родом из Украины, родилась, выросла, училась в Украине. Сейчас мама, жена двух подростков. Немного в Украине занималась юридической деятельностью, закончила юридический университет и практиковала, скажем так, юридические поля, покоряла. И сейчас, например, когда мы переехали в Сакраменто уже 13 лет назад, скоро, то это совершенно другая деятельность, совершенно другие планы, цели. И мне радостно, что человек развивается всю жизнь. Очень классно. Знаешь, такая вот полноценная презентация. Сразу уже можно понять о человеке очень многое из того, как он себя представляет. А кто такой вообще душепопечитель и чем он отличается от психолога? Хороший вопрос, потому что я не профессиональный психолог, и для этого нужно академическое образование. Поэтому хочу сказать сразу, что душепопечение и психология — очень схожие понятия, но это не одно и то же. И это то, чётко нужно понимать людям, которые обращаются за помощью, к кому и зачем. То есть какая разница между двумя понятиями? Психология — это наука о душе, которая учит закономерности психологической деятельности человека или группы людей. Душепопечение — это забота о душе на основании духовных принципов Библии, священных писаний. То есть здесь мы имеем смежные грани человека — дух и душа. В то время как психология — это только душа. А почему ты решила сменить юриспруденцию на душепопечение? Да-да-да, очень хороший вопрос. Вообще юридическое поле мне было интересно, потому что мне казалось, что я смогу помочь людям, которые не могут отстоять свою правду. То есть это всегда желание справедливости, желание помочь тем, которые не в силах себе помочь. И для меня, я так перечислив в разные сферы, мне показалось, что юридическое поле мне поможет более качественно помогать людям. И вот поработав немного в апелляционном суде в городе Черновцы, я познакомилась с системой юридического поля и потом поняла, что мне надо чуть-чуть дальше, потому что мне интересна сама душа человека. И когда я приехала в Америку, я начала больше заниматься именно душепопечением, помощью людям, служением, развиваться в этом направлении. А как родилась идея написать книгу? Это, знаешь, отдельная история, но у меня не было цели, идеи какой-то плана, знаешь. Вот сейчас сяду и напишу книгу. Оно, знаешь, как кто-то говорил, хочет рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот в этом смысле я вот так рассмешила Бога. То есть не рассмешила, а Бог рассмешил меня, потому что Он мне рассказал о своих планах в отношении моей жизни. И я много лет, вот уже 7 лет, занимаюсь практической деятельностью именно душепопечением женщинам, христианкам в основном, которые приходят с разного рода проблемами. И когда этих проблем очень много или они повторяющиеся, они разные могут быть. Я понимаю, разговариваю с одной, с другой, с третьей, я понимаю, что корень один и тот же. Незнание себя, своей индивидуальности, своих вообще принципов, ценностей, в том числе христианских, как бы границ, что позволено, что не позволено. И я в какой-то момент, я не провожу терапию, то есть я не психолог тот, что будет с человеком 3 года работать. Я 2-3 встречи, если мне не удаётся человека вывести, состояние помочь, то я перевожу человека в другие руки, консультантам, которые смогут это сделать. Так вот, разговаривая с этими женщинами, я всегда думала, была бы одна книга, которую можно посоветовать человеку, которая рассказала бы ему понятным, популярным, актуальным языком о его душе. Женщины о себе, о разных сферах души. И я такой книги не нашла, потому что есть много разных книг, классных, но когда женщина с проблемой приходит, ты не скажешь ей «служай, прочитай 10 книг, и тебе станет лучше». В современном мире женщина так сразу и побежала читать. Да, и она не побежит, и она вообще заглохнет, грубо говоря. Поэтому я думала о том, чтобы хотя бы одну книгу такую найти, и начала немного думать, молиться о том, что не записывать ли мне заметки о этих проблемах, с которыми женщины поступают, и потом как-то это писать, выражать. Вот так в практическом служении, подходе родилась эта книга. Она заняла два с половиной года, было очень много работы над текстами, темами, но это очень практический материал. То есть это не вода разбавлена, это очень такой практически собранный, сконцентрированный материал, который поможет каждой женщине просто заглянуть внутрь себя и понять, кто я, что я, для чего я живу, какие у меня цели, принципы, границы в семье, в обществе, в церкви, неважно, где вы. Вы человек, для которого у Бога есть цели. И какого возраста женщинам она будет полезна? Ну, мне кажется, начиная с 16+, всем абсолютно. То есть как бы есть люди, которые 18 лет проходят, есть женщина 65, прочитала, написала такой отзыв, я прямо слезами облилась, потому что она говорит, почему я этого не знала раньше, как бы по-другому сложилась моя жизнь. И, а я говорю, неважно, сколько вам лет, важно выбираться с тех подвалов, с тех ям, где вы оказались прямо сейчас. И здесь возраст не помеха. То есть как бы в любой момент вы можете выбираться с состояния, в котором вы оказались. Когда произошла презентация этой книги? Даже вот свежий-свежий материал. Да, очень свежий. Книги чуть меньше полугода, презентация была в июле, уже полутора тысячи экземпляров разошлось, очень много хороших отзывов. И вопрос не в том, что я хвалю сама себя, это не про это. Я очень рада, что она практически помогает людям выбираться на свободу. Знаешь, скидывая эти шаблоны, стереотипы, включая в человеке вообще способность мыслить, рассуждать, смотреть на себя с призмы внутреннего своего содержания. Не то, что тебе говорят другие люди о тебе, вот ты такой, 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 ты можешь это, это и это. Это никого не делает счастливым и превращает просто нас, людей, в человекоугодников. Поэтому здесь важно понять, кто я вообще в этом мире, для чего я. Если ты верующий человек, то в контексте, наверное, духовного своего осознания, неверующий человек, всё равно людям важно разобраться с собой. Оксана Грабчук, автор книги «Живи в свободе», руководитель Центра духовной помощи. Сегодня в программе «Красивые люди». Привет, Оксана, ещё раз. Я рада, что ты можешь делиться своим внутренним состоянием, внутренней красотой и давать ценные рекомендации женщинам Сакрамента и тем, кто будет слушать запись этого эфира в Фейсбуке. И мы уже говорили о том, как родилась идея написать книгу, о чём она, кому она полезна. Но что для тебя вообще красота? Потому что я знаю, эта книга раскрывает внутреннюю красоту, человек говорит о сердце, о душе. Но вечный вопрос, знаешь, вот что красота, какой человек красивый? Знаешь, бывают люди внешне красивые, но пустые в душе. И это очень быстро считывается. Поэтому для меня, если так сказать, внешность человека может многое рассказать, если внимательно присмотреться. например, ярко накрашенная, такая вызывающая, дорого одетая женщина мне расскажет о внутренних проблемах, о том, что она пытается кому-то что-то доказать, о том, что она ищет признание, о том, что она вешает на себя все бренды, чтобы её заметил этот мир и сказал, «Вау, какая ты классная». А если, например, наоборот, женщина, знаешь, сутулая, с неуверенным взглядом, такой непонимающий человек, который не знает, куда идёт, что делает, кто она вообще по жизни. Все ей тыкают и говорят, что ей делать. То есть она мне рассказывает о травмах, о боли, о ранах, так же само. Есть женщины, знаешь, которые, неважно, как они одеты, в смысле цены их одежды, но у них спокойный, открытый взгляд, у них прямая осанка. Они уверены в том, что они делают, они не кипишуют, не суетятся, они как-то себя достойно несут по жизни. И я заметила, что вот как раз эта категория людей, которая никому ничего не доказывает, они внутри имеют какое-то внутреннее содержание душевное, которое красиво, которое и преображает вот этот их внешний мир, и они запоминаются. То есть как бы тебе не запоминаются люди, которые просто ярко выглядят. Тебя зацепает, скажем так, душа человека. Поэтому бесспорно, красота — это внутреннее состояние души. Это только о женской красоте или о мужской? Вот как ты считаешь, можно ли то же самое, что ты заметила, сказать и о мужчинах? У мужчин там ещё больше комплексов и, знаешь, защит психологических. Там другая история чуть-чуть, но да, тоже. Но там у мужчины очень большая потребность самоутвердиться в жизни. У них другой запрос по смыслу жизни. Поэтому там чуть-чуть по-другому это читается. Я читаю пока что женщин с мужчинами не работают. А как добиться вот этого внутреннего спокойствия, этой уравновешенности? И я думаю, частично ты говоришь об этом в своей книге. Кстати, я хочу сказать, что если вы нас слушаете и вы хотите получить книгу Оксаны Грабчук «Живи в свободе» в подарок, то вы можете задать вопрос и отправить его смс-сообщением на номер 916-960-70. И тогда у вас есть вероятность получить эту книгу в подарок. С удовольствием. Ну а сейчас продолжаем говорить о красоте и о раскрытии секретов вот этой вот внутренней красоты в твоей книге. Все ли секреты ты раскрываешь там или нет? Да, все очень популярно, прозрачно, просто и применимо в жизни. Поэтому если кому-то откликнется, пожалуйста, приобретайте. Ну хотя бы пару таких лайфхаков, как сейчас модно говорить. Да, вот что нам делать, чтобы быть внутренне уверенными, такими сбалансированными и красивыми уже для тех, кто умеет считывать, знаешь, глубину? Я сказала бы так, перестаньте смотреть на других людей, сосредоточьтесь больше на своем внутреннем мире, потому что чем больше человек смотрит на кого-то и я хочу так же, тем больше он теряет себя. Вот сравнение не помогает в приобретении вот этой внутренней твоей красоты. Почему? Потому что, ну, каждый человек, он индивидуален, он особен, он неповторим. И если я хочу повторить тебя, я буду просто твоей копией. А миру нужны оригиналы. Бог создал каждого оригинально. И в тебе есть те качества, которых нет во мне. И это прекрасно. И если мы начнем больше работать над внутренним содержанием и работать над реально своими сильными качествами и работать над тем, чтобы слабые или минусовые качества превращались в хорошие, это поможет тебе быть по-настоящему красивым человеком. Мне кажется, славянская культура изначально немного подразумевает подражание, быть похожими на кого-то, иметь что-то, как у всех. Все купили какую-то, не знаю, сумочку, и мне нужно. У всех там обувь определенная и мне нужно. Я сейчас со школы помню, в Украине я выросла, у нас это было очень популярно. Здесь, когда мы приехали в Америку, мне сказали, что американцы, у них культура индивидуализма, то есть они наоборот хотят быть не такие, как все. Где вот эта граница, что хорошо и что плохо? Знаешь, посмотри на Стива Джобса, например, человек-легенда, но он не повторял никого. Он был собой, ему было удобно в водолазке черной и в джинсах, и это его стиль, это его подача и это его уверенность. У каждого, когда человек повторяет за кем-то, подражает, покупает, потому что у подруги туфли дорогие, хочу такие, или там сумки и так дальше, я даже, знаешь, улыбаюсь, когда приходит, например, человек, и я вижу, что для него эта сумка, это просто что-то, не знаю, что, религия, да, и он эту сумку ставит, знаешь, выше всего, чтобы все заметили, чтобы все понимали, что он с сумкой пришёл, не знаешь, не человек пришёл, а вот он с сумкой пришёл, поэтому вот это отвлекает от самих себя. Правильно, правильно я скажу так, мы можем вдохновляться людьми, мы можем иметь не кумиров, кумира не люблю слово, но людей, которые нас вдохновляют на хороший поиск себя и влияют на нас в хорошем смысле слова, но подражать и копировать человека, ну, это минус тебе, и если ты поймал себя, потому что многие девочки мне пишут, я не знаю, что я люблю, поэтому я просто смотрю, что любит подруга, у неё это круто получается, и я для себя это примеряю, но это чужие платья, понимаешь, это не твоё собственное, поэтому и нужно всё же смотреть внутрь себя, а не на внешние показатели. У тебя в Инстаграме есть пост насчёт кумиров, и ты говоришь о том, что должны быть люди, которыми ты вдохновляешься, которым ты можешь подражать, но нельзя из людей делать кумиров. Можешь немного больше провести эту границу? Вот кто такой кумир и кто такой вот человек, может быть, учитель или человек, достойный подражания? Учитель всегда взращивает зрелую Личность, он всегда воспитывает своих учеников и желает им того уровня, которого он достиг сам. Кумиры привязывают людей к себе. Сегодня мир кумиров, по сути, армии фолловеров, фанатов, они просто боготворят какую-то Личность. И когда смотришь на образ жизни какой-то Личности, звезды, селебрити, то ты просто не понимаешь, зачем люди следуют. То есть за образу жизни, за качеством Личности, за качеством характера или за продуктом и хорошо распиаренной программой, которую они предоставляют. Поэтому истинно человек, который хочет тебе помочь, именно научить тебя, это человек, который заинтересован в твоей зрелости. Он не переключает внимание на себя, он не привязывает тебя к себе. Он заинтересован в твоём росте, саморазвитии. Он, наоборот, тебя немного отталкивает от себя, чтобы ты пошёл сам своими ножками и научился ходить и пошёл дальше сам в мир. Поэтому для меня в жизни было несколько людей, в которых я училась, ну вот практической жизни, и духовной, и христианской, и личной. И меня вдохновляет качество Личности. Не сам человек, как человек, по факту, кто-либо, а вот качество Личности, которое мне нравится в одном, в другом, в третьем, посвящённость, искренность, верность. Думаю, я тоже хочу в это себе развивать. То есть вот что зацепает и помогает тебе развиваться. А как тебе такая фраза, когда христиане такие ревностные и говорят, Иисус мой кумир? Знаешь, у Христа можно учиться многому. И для меня вот в принципе действительно Христос — это та вершина, куда надо стремиться. И даже когда Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, апостол Павел, конечная точка — Христос, а не Павел. Павел, если взять Павла, то он научился жить и в скудости, и в нищете. Хотят ли люди подражать Павлу в этом? Может быть, когда про нищету, то не очень. Не очень, понимаешь? Они хотят подражать в чём-то другом. Поэтому очень много лидеров говорят, подражайте мне, как я Христу. Но такое смог сказать только апостол Павел. И, наверное, он имел на это право. Есть ли какие-то качества, которые тебя отталкивают в людях после того, как ты пообщалась с ними, даже несмотря на то, что ты должна быть терпимой, всем помогать, ты просто не знаешь, как уже избавиться от общения с этим человеком? Меня отталкивает в людях выгода, лукавство, например, неискренность, какая-то, знаешь, зависть, гневливость, вот эта гниль, которая мешает в честном, искреннем общении. То есть даже если человек не может это в себе перебороть, но он об этом говорит просто, ну, прямым текстом, знаешь, вот не могу справиться, вот что у тебя, вот это, это хорошо, а у меня плохо. Но, честно говоря, вот такие люди часто, они не честны, не искренны. Поэтому вот это отталкивает в людях. Переделать людей, то есть я не вижу своей миссии в этом, и я не вижу, что мы должны, как бы, переделывать людей, и как-то давать людям, ну, знаешь, как бы технику, советы, как вам жить по жизни. Советы нужно давать, когда у вас их спрашивают. Поэтому вот здесь мы можем уходить в сторону от таких людей, потому что плохое сообщество развращает добрые нравы, или же мы можем постараться повлиять в хорошем смысле слова на этого человека, но не лезть в его душу без разрешения, ни в коем случае. Да, полностью согласна, это ценно, потому что бывает такое, что люди лезут в нашу жизнь с непрошенными советами, иногда ты хочешь вроде кому-то помочь, что-то начинаешь рассказывать, а потом понимаешь, тебя даже не спрашивали, думаешь, так, лучше не надо, потому что только столкнешься с вот таким вот отторжением, и еще больше негативное восприятие появится. И я напоминаю, что сегодня в программе «Красивые люди» Оксана Грабчук, автор книги «Живи в свободе», и эту книгу вы можете сегодня выиграть за интересный вопрос, если напишите нам его на номер 916-960-70. Пару слов еще о книге «Живи в свободе». Что нужно знать тем, кто, может быть, заинтересовался, но еще конкретно не понял, нужна она ему или нет, прочитать? Каких там, может быть, пару таких моментов человек может узнать, которых он нигде больше не услышит? Смотри, я бы сказала так, что в этом смысле книга уникальная, потому что она объединяет очень много разных сфер души человека. Это эмоции, чувства, как справляться, как не разрушать близких, родных, если все вышло под контроль, под твоего плана, как помочь себе успокоиться, как привести себя в баланс. Это личные границы в соответствии, опять же, если вы верующий человек с Словом Божьим, с Писанием, с Библией, это не выходит за рамки Библии, потому что здесь не противопоставляется психология и душепопечение. Они идут в пару, помогая человеку обрести свободу. Также тут про христианские, христианские, здоровые отношения в браке. Что такое быть главой, например? Для женщин, или нет? Для мужа. Книжка женская, что такое быть главой? Да, но там в контексте того, чтобы каждый понимал свои роли, потому что, когда ни мужчина, ни женщина не понимают свои роли, тогда получается всё наоборот, и знаешь, и тогда всё трещит по швам, и каждый не понимает, где ему быть, и что делать, и вообще, как двигаться дальше. И знаешь, ещё такой момент есть. Ко мне приходили разные люди, и те люди, которые начали внутреннюю работу над собой, это в хорошем смысле. Не обязательно, чтобы у тебя были проблемы, и тебе надо эта книга или другая. Да, я вот тоже думаю, вдруг у человека нет проблем. Он думает, а зачем мне читать, если у меня ещё нет проблем? Это не про проблемы, это про правильные вообще ценности, ориентиры твоей, тебя как Личности. И если ты хочешь просто пропитать себя хорошей информацией, пожалуйста, можете, даже можно на сайте приобрести, если вдруг вы заинтересовались этим. Спасибо большое. А чем истинная духовность отличается от формальной? Да, хороший вопрос, очень хороший вопрос. Я недавно его поднимала на своих страницах. вдохновилась твоей страничкой. Думаю, сначала надо обычно, знаешь, когда кого-то приглашаешь, сначала изучишь Инстаграм, профиль, вот как человек живёт, о чём он вещает. Думаю, сколько у него фолловеров, чтобы посмотреть, насколько человек живёт тем, о чём он говорит и пишет. И действительно, у тебя была такая затронута тема истинной духовности. Вообще известно, что в Сакраменто многие люди боятся идти в церковь, потому что они считают, что это такая какая-то фиктивная духовность или показная набожность. И часто я сталкиваюсь с людьми, которые, наоборот, категорически против церквей. Вот чем истинная тогда духовность отличается от этой показной? Мне кажется, что люди, которых ранили, особенно в христианских кругах, может, в церкви когда-то или кого-то, то они уже дальше имеют вот это препятствие, знаешь, переступить порог церкви. То есть там есть вот этот момент. Но в целом, что такое духовность? Для меня это не посещение храма, не посещение церкви, это не молитвы длительные, это не поднятые руки, это не псалмы, которые мы исполняем. Это твой образ жизни, это твоё внутреннее содержание, которое соответствует в практической жизни вот правильным твоим духовным ценностям. Если твоё слово и дело, и поведение, грубо говоря, соответствует везде, где бы ты ни был, на работе, в школе, в троллейбусе, в машине своей, когда тебя подрезали на дороге, я имею в виду, сейчас многие едут. Это была первая мысль, когда тебя подрезали, ругался ли ты про себя, или вслух, или нет. Да, да, да. Вот как бы это твоё проявление, когда тебя никто не видит из духовных людей в церкви, к примеру. Для меня есть три признаки таких основных, которые я выделяю для себя, где и как ярко проявляется духовность человека. Ну, первое, что духовность от слова «дух», от «духотворённость», то есть это что-то из характера божественного, это характер из сердца Бога. И поэтому, первое, если вы в своей семье позволяете себе, что вы позволяете, как вы разговариваете, каким тоном вы разговариваете с близкими, когда вас никто не видит, когда никто не слышит, только самые близкие, и вы выходите за рамки допустимого просто в чисто человеческих отношениях, а в обществе вы святой и праведный, то вы не духовный человек, просто можете себе записать и работать над своей духовностью. Потом, если, например, ситуация выходит, второе, ситуация выходит за рамки твоего контроля, и ты не можешь на что-то повлиять, что-то контролировать, мы по-разному реагируем. И когда человек срывается и начинает обвинять, не дай Бог матюкать, или там, знаешь, наезжать на других людей, вот вы виноваты, вы то, вы сё, как он себя ведёт, когда ситуация выходит за рамки того, что ты имел под контролем. Вот там тоже определяется вот вообще качество твоей человечности, кто ты, как ты себя ведёшь, что ты преследуешь, какие ты ценности исповедуешь. И третье, для меня это очень важно, когда человек, знаешь, есть такое понятие в христианском мире, я думаю, многие поймут, это простота Христа. Есть, знаешь, примитивность, а есть простота человека, когда к человеку тянутся, когда возле него хочется жить, вдохновляться, когда он утешает, мотивирует, знаешь, вдохновляет. Он не против тебя никогда, он за тебя всегда. И вот это делает простота Христа в человеке. И к этому хочется тянуться, этому хочется научиться. И возле таких людей очень легко существовать, потому что они тебя не укоряют, они тебя направляют. «Живи в свободе» так называется книга Оксаны Грабчук, которую она недавно выпустила. И мы сегодня говорим о внутренней красоте, о чистоте сердца, о духовности и делимся секретами красоты. Оксан, есть один вопрос. Что такое абсолютная свобода и вообще бывает ли она на самом деле в жизни или это просто миф? Знаешь, тоже интересный вопрос, очень, потому что на него по-разному можно посмотреть. Есть внутренняя свобода человека, когда, знаешь, раб свободнее любого человека, потому что внутри него вот это есть внутренняя свобода. И мне в этом контексте нравится, очень нравится, всем рекомендую книгу Виктора Франкла «Сказать жизни да», где он описывает в лагере, когда был концлагер, когда евреев в немецком концлагере душили, убивали, катовали, зажигали, он там оказался и проживал там жизнь. И он наблюдал, он сам психолог, и он наблюдал тех людей, которые выживали в лагере. и он говорил о том, что те, кто не потеряли хотя бы маленькую внутреннюю свободу и делали, вот то есть как бы не потеряли себя как человека и применяли хотя бы маленькую ограниченную свою свободу в своей жизни, а это что значит? А это значит встать и застелить кровать в камере, это значит пойти почистить зубы, если есть возможность, или не почистить, потому что мне все плохо и я завтра умру. Поэтому вот сохранились те, которые использовали эту внутреннюю свободу. Есть ли абсолютная свобода, что мы поднимаем под ней? То есть как бы что хочу, то творю, но это беззаконие какое-то. Анархия, да. Есть такое, знаешь, государство Сомали, вот там полная свобода и там единственная цель дожить до утра у жителей Сомали. Поэтому здесь есть вседозволенность в том смысле, когда эта свобода разрушает человека и нарушает другие права. А есть свобода, здоровая, внутренняя свобода человека, в которой он существует. Поэтому я за то, чтобы люди выходили из рабского мышления и приобретали внутреннюю свободу. о какой свободе говоришь ты в книге? Больше о той, которая внутренняя или там есть элементы вот такого здравого понимания свободы, о котором ты упомянула? Там есть отчасти всё, потому что давай зайдём с другой стороны. Что нас делает несвободными? Вот скажи ты мне. Так, сейчас я чувствую, сейчас будет такой брейнсторминг. Что у нас делает несвободными? Законы, ограничения, какие-то стереотипы, мнения других людей, свои собственные мысли. Мне кажется, мы сами себя очень часто ограничиваем, мы ставим в рамки. И, конечно же, если брать христианскую точку зрения, то если человек не знает Бога, то у него никогда нет этой духовной внутренней свободы. То есть тут, конечно, такой вопрос серьёзный, серьёзный. Да, потому что он действительно серьёзный. Если человек загнан в угол страха, боли, ран, травм, стереотипов, шаблонного мышления, иногда, знаешь, таких убеждений человеческих, которых на него навязали поколениями, он не может с этого выбраться, вот это всё ворует, забирает твою свободу. Бог, как автор нашей души, и вот я так верю, и так живу, и так исповедую, Он единственный имеет инструкцию к твоей жизни, к твоей душе, к применению. И в Библии написана такая фраза «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Поэтому Бог тебе даёт свободу, ту, которую никто другой не может дать. В плане освобождения тебя от стереотипов, неправильного мышления, ограничивающего мышления, страхов, травм, боли, всё, что ты перечислила, я перечислила. И вот мне кажется, что абсолютная свобода, ну правда, это не просто христианский такой сленг, она возможна только в Боге. Спасибо, мощно так. Слушай, а как самооценка и принятие себя влияют на вот это вот внутреннее состояние свободы, да и вообще красоту твою внутреннюю? Знаешь, есть хорошая фраза Эйнштейна, стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он даёт. Часто люди стремятся к успеху, к чему-то осегаемому, но за этим осегаемым чем-то должно быть содержание, вот те ценности, которые наполняют что-либо, к чему ты стремишься. Поэтому здесь самооценка, я встречаю то, что есть две крайности, есть самоуверенность и недоуверенность, знаешь, а здоровой, правильной самооценки у людей очень мало. Когда человек знает, ощущает, понимает, кто он, что он, знает свои плюсы-минусы, работает над собой в том числе, знаешь, но твёрдо понимает и знает, куда он идёт. Не навязывая, не ища признания, не заигрывая, не, знаешь, не занимается вот этим человекоугодничеством. Это редкие люди, и мне кажется, очень мало таких реально здоровых людей, которые не выпячивают себя и наоборот, которые не уверены в себе. Понимаешь, вот эти две крайности, они привилегирующие. А как соблюсти этот баланс в Инстаграме? Вот ты довольно популярная личность, тебе всё равно хочешь, не хочешь, приходится делать истории, приходится снимать видео, выкладывать фотографии. Но это отчасти тоже популярность, это вроде бы как бы современный тренд, то есть с одной стороны ты вроде бы идёшь в ногу со временем, а с другой стороны кто-то скажет, а вот она слишком много там о себе рассказывает. То есть как быть, как не потеряться в Инстаграмной популярности? Инстаграм — это такая история, которые должны, ну все, кто там, должны понимать, что это, в принципе, картинка, которую вам хотят показать. Это, грубо говоря, часть жизни человека, но это не вся жизнь. Мы, ну в основном люди в Инстаграме, если это персональные блоги или не... У меня как бы чуть-чуть специальный блог, потому что я говорю вот на темы актуальные для человека, развитие, саморазвитие, самопознание, и я там больше говорю на специфические вот эти темы, все, которые мы проговариваем. А в основном, если взять просто персональные блоги, то мы же не фотографируем грязную посуду, неразобранную там стирку, которую нужно сделать. Без макияжа, знаешь, там с грязной головой никто не фотографируется. Поэтому здесь нужно понимать, что это часть правды. Это не вся, истина, не вся правда, не вся жизнь, которая есть. И часто люди, наоборот, рисуют красивую картинку, на самом деле там всё плохо. Очень много ко мне обращались, например, за консультацией семейной пары, христиане, в том числе и не христиане. По Инстаграму, так там любовь, морковь, понимаешь, в прямом смысле слова. Ну просто, я не знаю, фотографируй эту пару и ставь в рамочку. Но на самом деле там страшные вещи происходят. И семья на уровне развала и распада. Почему так? Потому что вот есть вот это соответствие кому-то, чему-то, трендам, Инстаграму, каким-то движениям. В смысле себя как не потерять там. Чтобы не потерять себя, нужно понимать, кто ты, зачем ты и что ты там делаешь. Если ты там просто, ну грубо говоря, извините за слово, тупо сливаешь своё время, ну это ничего тебе хорошего не принесёт. То есть как бы чем-то вдохновиться ты можешь, какой-то рецептик посмотреть ты можешь. Но если ты зависла там на три часа и ты ничего не сделала и потом ты орёшь на ребёнка, на мужа, потому что у тебя времени дальше нет приготовить еду или там что-либо сделать, что ты планировала или даже элементарно книгу какую-то почитать. Ну что ты хочешь? Ну то есть это твоя ответственность, твоя проблема. Но я смотрю, что девчонки, женщины, сёстры, вообще христианки и все многие заряжаются тем, что, знаешь, как бы я, как я называю насмотренность, вот таким, бактерией насмотренности. Вот ты насмотрелся там на хорошие, красивые белые кухни и потом ты оборачиваешься, тебе не нравится твоя серая. Хочу такую уже, знаешь, и гонят мужей, зарабатывая ещё, мне нужно вот это, мне нужен такой район, мне нужен такой дом и меня всё не устраивает. Вот если вы себя ощутили в этом состоянии, закройте страницу хотя бы на, вот просто выйдите со своей странички, не надо закрывать, просто на недельку-две сделайте детокс. Просто сосредоточьтесь на том, что вы имеете, будьте благодарны за то, что вы имеете и вообще пересмотрите свои цели и смыслы, что вы делаете в жизни. Я знаю, многие христиане вообще выступают против соцсетей, потому что, во-первых, ты слишком выставляешь на показ свою личность, возможно, это некоторые считают не предел вот той христианской скромности, да, и с другой стороны, люди поддаются вот тому чувству, о котором ты говорила, то ли как начинающаяся зависть или депрессия, когда у других всё классно, а у меня плохо. И как ты считаешь вообще, если человек не умеет нормально проводить время в Инстаграме, то стоит его запретить или нет? Вот с какого возраста хорошо ты давала Инстаграм детям, например, или подросткам? Смотри, очень много полезного в Инстаграме или в других социальных сетях, там много, чего можно научиться, читать интересные блоги, заметки, понимать и развиваться. Это как платформа развития может быть классной. И очень много и люди это и там ищут, то есть как бы им неинтересно всё другое. В смысле того, как с детьми быть, дети, психика детей очень неустойчивая, потому что они только формируются. Поэтому Инстаграм плюс, например, 12-13 лет это минимум. А вообще я рекомендую с 15 лет. Вот прям в социальной странице разрешать с 15 лет. У нас например с дочерью был такой разговор и я сказала, что вот с 15 лет ты можешь завести страницу. Ей 14, у меня сыну 16. Но в любом случае я понимаю, как это может быть разрушительно для неё, потому что она только формируется. И здесь там сразу ей дают картинку мира, какой она должна быть, как она должна выглядеть, что она должна говорить и так дальше, как себя вести. Это разрушает личность. Поэтому родители особенно должны контролировать, даже не контролировать, а просто смотреть, что дети смотрят, чем интересуются, сколько времени проводят. И сами родители тоже должны это делать. Есть очень классная функция в Инстаграме таймер. То есть ты можешь посмотреть, сколько ты проводишь времени конкретно в какой-то социальной платформе и своё время опять же формировать соответственно своими целями. Если там у тебя лимит час в день, всё, час вышел, тебе запипикало, всё, поставило телефон. Но это тоже, знаешь, упражнение такое для себя. Да, тоже очень полезная функция. Я пользую, кстати. Я иногда тоже пользуюсь в своём ресторанте. Да, сто процентов, потому что это такая история. Ещё один вопросик от молодой мигрантки. Как реализовать себя в США? Вы тоже относительно недавно приехали. Поделитесь вашими советами, рекомендациями. Знаешь, это тоже интересный вопрос. Спасибо. Много людей сейчас приезжие. И я скажу так, что выход есть всегда. И чем дальше, тем лучше. То есть люди не должны бояться работать, учиться, развиваться. Это главное. Если люди боятся этого, если они не хотят ничего менять в своей жизни, если они перебрались в другую страну, не хотят учить язык, знакомиться с культурой, вникать в общество, учитывать людей, которые тут прожили 10-20 лет, то им трудно будет. То есть они приезжают своей ментальностью, и они думают, что здесь мы сейчас отстроим своё, скажем так, гнездо с какого неважного города. И будет так, как там. Так не будет никогда, потому что среда меняет и тебя. Вот твоё место обитания меняет и тебя, по сути. Многие из моих знакомых начинают депрессовать из-за того, что ничего, кроме как работать на уборках или там официантами, невозможно найти, особенно если у тебя нет ещё разрешения на работу. И какое-то такое унизительное чувство, да, ты вот там был кем-то, а тут ты должен дома где-то подметать или мыть. Смотри, по моей истории, я приехала с высшим образованием юридическим, это у меня была мастерская дипломная и хорошее образование, карьера, и я работала там в полиционном суде, и престижная работа, всё, госслужба, всё путём, как говорится, да. Я приехала сюда абсолютно с обнулением всего, то есть нужно было сначала с нуля учиться, и в этом смысле каждому, говорю, каждому иммигранту, который сейчас нас слушает, дорогу осилит идущий. Если ты никуда не идёшь, ты никуда не придёшь. Если ты знаешь, куда ты идёшь, какие у тебя цели, что ты хочешь дальше, хочешь учиться, хочешь бизнес свой сделать, хочешь дальше работать на другой работе, учись работать над собой, учи язык и не бойся этого. Когда мы приехали в Америку, мы всё делали так же. В общей сложности я потратила на обучение здесь и в Украине 12 лет. Моей жизни ушло на гранит науки. Жалею ли я об этом? Нет, конечно, потому что это отчасти сформировало меня, кто я есть. И здесь я пошла на ESL College в Adult School сначала, потому что у нас год тоже не было разрешения на работу. И мы выживали, потому что была определённая сумма там футстемпов, там кешап, которые они давали. Это было уже давно, то я мало помню. Но в любом случае, первый год был сложный. Потом мы пошли в колледж, начали учить язык и потихоньку добрались до университета, закончили вместе с мужем университет. Он музыкант профессиональный, и он посвятил там семь лет восемь не какому-то как бы зарабатыванию денег, а вложению в себя. И поэтому я очень-очень ценю людей, которые учатся в прямом смысле слова, потому что они богатеют внутренне, содержательней. И это классно, когда ты… Не обязательно каждому учиться, это твой выбор, но не опускай руки. Даже если ты приехал и тебе нужно с нуля начинать здесь, всё возможно. В программе «Красивые люди» Оксана Грабчук, автор книги «Живи в свободе», душепопечитель, руководитель Центра духовной помощи. Мы говорим о внутренней красоте, о развитии своей внутренней, я не знаю, может быть, чуткости, уверенности в себе, конечно же, о том, насколько важно быть сбалансированной личностью. И Оксана делится своими секретами. Оксан, остались у тебя ещё секретики красоты? Может, ещё пару каких-то рекомендаций для молодых иммигрантов? И, конечно, поделись хотя бы секретами своей красоты. Как я сказала, один из прям лайфхаков для каждого иммигранта «Дорогу осилит идущий». Идите куда-то, определите, что вы хотите. Для начала маленькие шаги хотя бы свои, потому что длинная дорога начинается с первого шага. Если вы не сделаете этот первый шаг, вы никуда не придёте и никуда не дойдёте. Это очень важно понимать, что мне дальше в жизни делать и не бояться, пожалуйста. Очень много людей боятся выходить за рамки комфорта. Например, язык. Если я, например, у нас в славян, в украинцах, например, тоже есть такое, если я неправильно выговариваю какие-то слова, я лучше вообще говорить не буду, чтобы с меня не смеялись. А когда-то в колледже мне сказала одна учительница, говорит, а вы почему своего акцента боитесь? Это же значит, что вы знаете ещё один язык. Это же прекрасно. Вы умные люди, которые учите второй, третий язык. некоторые. Поэтому не надо этого бояться, стесняться и себя как-то закомплексовывать в том, что я что-то не могу. Вы всё сможете, если вы захотите. Что ещё девушкам делать для того, чтобы быть красивыми? Как ты работаешь над собой? Я много читаю, много смотрю, слушаю подкастов умных людей. Я меньше заморачиваюсь на просто популярные тренды. Мне это неинтересно. Оно часто пусто очень. Когда пусто в голове, это нехорошо в любых смыслах. Поэтому вот содержание внутреннее, это даже многие мамочки молодые с маленькими детьми говорят, как себя развивать, когда я вот с ребёнком сижу. Дорогие, сегодня столько подкастов классных, наушники в уши и слушайте классную информацию, развивайтесь. И даже если вы не можете читать физически, вы можете слушать книги. Я тоже много слушаю просто книг, аудио. Это позволяет тебе шире смотреть на мир, учитывать какие-то людей, культуру, границы, узнавать что-то новое. Вообще, я считаю, что человек молодой душой, когда он развивается. Если ты развиваешься, чему-то учишься, ты остаёшься бодр, молодой и можешь мотивировать и вдохновлять других. Моя знакомая из Украины пишет, вот вы из Украины переехали, здесь можете жить в безопасности, в свободе, а как вы поддерживаете украинский народ? Как я лично поддерживаю украинский народ, так как я сама родом с Украины, то мы собрали с ХОП International Ministry команду психологов-душепопечителей и мы поехали в Польшу послужить украинским беженцем. В основном это были женщины и дети и мы поехали локально на точки и там проводили семинары по работе с психотравмой, как пережить эмоции, как восстановить себя, как не разрушать себя дальше и детей своих, потому что то, что они уехали с Украины, не значит, что Украина уехала с них. Их сердце там, их боль там, их раны там. Поэтому служить таким людям обязательно. Чем я могу, вот тем служу. Особенно последний год очень много и текстов, постов и информации провела именно для украинцев по теме, как прожить это все. Заходите на страничку Оксаны Грабчук в Инстаграме, там очень много полезной и ценной информации. Оксаночка, этот чаек с логотипом «Красивые люди» для тебя специально в памяти о нашем сегодняшнем эфире. еще раз хочется поздравить наших слушателей с наступающим Рождеством Христовым, пожелать вам внутренней свободы, красоты и всегда знайте, кто вы есть, знайте свою ценность и к чему вы хотите стремиться. Оксана, мотивация от тебя, напоследок и прощаемся. Рождество для меня это надежда. Даже если все плохо сейчас у вас, если у вас апатия, нет интереса, нет праздничного настроения, потому что видите какие-то обстоятельства, надежда никогда не умирает. Поэтому держитесь, несмотря ни на что. И сложно, конечно, со всеми обстоятельствами, но пусть мир Божий будет в ваших сердцах и он сохранит вас. Вот что я вам желаю. Спасибо. В программе была Оксана Грабчук. С вами был проект «Красивые люди» и его ведущая Светлана Иотко. Благодарим за внимание и поддержку. Ищите нас в соцсетях Светлана Иотко Beautiful People. Будьте прекрасны и внешне, и внутри. Помните, что истинная красота рождается в сердце, отражается в глазах и живет в поступках. До новых встреч на радио Этно-ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова